Доброго времени суток 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 В общем, Чен третьим пиком для Минески, ну и видим, что у них вроде неплохая агрессия изначально видна, а вот дальше-то что у нас будет? Потому что, в принципе, игры ответственные. Тот, кто проигрывает, тот вылетает с этого турнира. Это Best of 3 серии, если я еще не говорил об этом ранее. Так вот, кто проигрывает, тот вылетает из квалификации и все. Все, весь тот путь, который он пытался проделать, он уже упускает малейшие свои шансы на попадание в Сиэтл, на Интернешнл, даже в качестве второй команды. Что можно сказать? Надо сказать, что Минескам нужно забирать каких-то хардовых керри, потому что вот тем запакам, которые у них сейчас есть, если они не пропушат на самой начальной стадии, они упрутся в то, во что вы вчера уперлись, если не ошибаюсь. Кто, кто? С одним антимейджем, кто у нас играл? Это играл Иисус. Иисус, да. Вот, затянули на 40 минут, в этом керри против трех керри. Ну, это Мид Страст как раз были, там Лейкл сыграл на антимаге. Но вот сейчас, видишь, ребята из Мид Страст решили сделать то, что с ними сделали вчера, как ты правильно сказал. Взяли сразу Нага Сирену, взяли Вайпера, у них очень сильный тимфайт, в начале будет игры, в смысле, в середине игры. И очень мощный лейтгейм в лице Нага Сирены, если это будет керри. Я почему-то думаю, что это будет керрирующая Нага. И плюс у них сразу же антикерри, это Вайпер, который очень неплохо блочит сразу же милишных всяких товарищей. То есть эти ребята, ребята из Мид Страст, они понимают, что они будут играть 90 минут. Все. Главное поломать их план, потому что первые три пика команды Минески, они уже не рассчитаны на 90 минут, но абсолютно никак. И нужно как-то пытаться воевать чуть пораньше и, соответственно, брать героев, которые дерутся чуть пораньше. Чен через 90 минут становится просто булкой. Ну вот берут Вингу, продолжают набирать пуш. Это керри Винга. Это керри... да ладно. А Сэнд Кинг, Чен и Винга тебе ничего не говорят? Лоль. Лоль? Ну, походу, действительно, ребята собрались запушить, но посмотрим, как это получится. Слушай, им остается только 4 матча на Старладдере на квали интернешнл сыграл Винга и 0 побед. Ну это у Минески, у Минески Винга, да, действительно, пока еще без побед идет. Но у нас были, кстати, ребята отважные, которые взяли тогда, помнишь, Виспс 0%, там Пак 0%, еще кто-то 0% взяли, сгвалтировали команду противника там за 25 минут и все, и разошлись по домам. Так что тут проценты пока еще ни о чем не говорят. Я бы сейчас забанил Баншу, наверное, в мид, который очень даже может заехать своим экзорцизмом. Это единственное, что может сильно пушить и остановить как-то это... Мисс Трасс думает, что против них будут играть Лейтова, вот в чем их проблема и... Банят антимейджа, да какой Лейтова, тут Чен... Ты видишь, они забанили все, что может играть в лейте. Морф, Вивер, антимаг. То есть они не собираются играть там... А эти ребята банят от пуш, банят от хил, все правильно. То есть мне кажется, или Мисс Трасс что-то недопонимают, или они настолько в себе уверены, что они смогут затянуть эту игру до лейта, что вот им просто плевать на все. Проблема в том, что отбиваться им нечем в начале. У них есть Тайт Хантер, который может начать неплохо тимфайт. Есть более-менее жирный Вайпер. И есть вроде бы Тренд Протектор, который может помочь на стадии там вышки, да, как-то регенить. Но, если вышки будут сносить с одного захода, что делать? На самом деле да, ты правильно заметил. А у Е-Рассказ-то как такового нет. Анчор Смэш, который в упор. Если Тайт Хантер там один раз подойдет, там будет либо свап, либо лассо, да что угодно там будет. Да что угодно, там даже сынкин копнет, его просто с руки распинают, этого Тайт Хантера. Опять же Тайт на оффлейне. О, есть, хоть что-то. Макропира, задувка, айспэт. Вот именно, ребята наконец поняли, что типа надо бы чем-то откидываться, и взяли наконец толкового героя. И Луна, Харвестер Луна. Впрочем, также и неплохой лейт-герой. И рейнджовый лейт-герой, что немаловажно, против Вайпера очень хорошо подходит. Жаль не Тракса. Жаль не Тракса, да. И Сент Кингтон, нажали пассивку. Не, на самом деле, да. Несмотря на то, что лоу-рейндж-герой, но герой неплохой. С хорошим аджором, хорошо воюет с иллюзиями также. То есть, в принципе, Луна мне тут очень нравится. Ну и посмотрим, к чему все у нас придет. Мне очень нравится то, что набрали Менески. Боевой ранний пик. Если они будут им драться, естественно, потому что всякое бывает. Ну и у нас еще одного игрока не хватает в этом матче. Как вы видите, сверху значок дисконнекта мигает. Я думаю, да. Если Менески за 40 минут игру не закончат, можно писать ГГ. Ну, реально, там дальше ловить нечего. Там у Наги уже будет Тарас. 8 слотов. Что, типа, Луна одна, это круто. Я не спорю. Можно даже упираться на то, чтобы свапать... Свапать людей? Нагу, да. К себе, и там ее как-то пытаться кучей. Свапаю тайда, убьем до ульта. Та самая фразочка. Да, ну что ж, друзья, мы готовимся уже к старту на конец матча. Ну, давай, 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 давай. Менески, пауз, 5 мин. Эти судьи, друзья, это лучшие судьи вообще в истории человечества. Во-первых, они сами могут опоздать на игру на 20 минут. Потом доказывать игрокам, что, ребята, у вас паузы короткие. Вы не можете затягивать игру. Видите ли, ну, как это так? Так, и начинают игру раньше расписания, заставляя тем самым нервничать там игроков, комментаторов, которые вроде бы, ну, все матчи были до этого норм. Там по графику шли более или менее. Ну, не по графику, потому что они шли с опозданием, потому что судьи всегда приходили позже на матч. Так вот, а сейчас они решили стартануть раньше. Это полная некомпетентность, назовем это по некорректным словам. Да, вот если вы видите расписание, то матч должен стартануть через 22 минуты. Да, то есть... И я с довольной рожей такой захожу в арену, сейчас кофейку. А вот сразу оплюха такая. И такой, Саша, и сюда, в дверь, вон она, давай, вики. Как-то вот так это все идет. Готхант идет в студию, называется. Я такой захожу, он уже сидит там на пике баны, смотрит. Я думаю, ты что, с утра, что ли, комментируешь? С шести еще не завязал, типа... Я и спать, наверное, не ложился. Ты, как я, Игорь, с вечера остался вчера. Я уходил там на сцене, сидел с Тафой в КС, что ли, лупил. Я думаю, вот, походу... Не пали меня, не пали. Сидит на сцене, там что-то делает. По работе занят. По работе, да, комментирует со сцены какую-то там, я не знаю, аматорскую лигу, походу, кричит. Да, ну что ж, если говорить по самой игре, то что у нас получается? ТНК будет играть на Тренд Протекторе, Иисус на Нага Сирене, Бумбелл Джакиро, Абба Вайпер и Кут на Тайт Хантри. Это у нас была команда MythTrust и Минески. Вот, наконец, заходит их последний игрок. Сейчас мы будем начинать. Джесси Ваш, Бэтрайдер. Г, или такой, Г, на Винджфул Спирит. Ова Поги, или просто Ова Чен. Гейт. Джей, Тойлет 1. Блин, почему убрали кнопку репортов? И надо еще добавить в слоты судей, чтобы можно было судей репортить, муты давать, там, лоу-приорити. Лоу-приорити судей. Вам запрещено судить турниры в ближайшую неделю. Ну так все правильно. Или вы судите, я не знаю, какие-то 12-ю или... Не, ну не знаю, блин, мне это просто абсолютно не нравится. Это вымораживает. Да, вымораживает, действительно. Вроде ты стараешься распланировать как-то свое время, максимально продуктивно его использовать. А в итоге приходят пацаны и говорят, ну что, а, 40 минут раньше? Ну давайте. Такой, знаешь, сидят, кофе там пьют, такой, типа, блин, до игры еще час. Да какой нафиг час, смотри. Поехали. Бах, короче. А у нас же нет комментаторов. У нас есть хуюн, погнали. Хватит. Да, это, друзья, если кто не в курсе, была игра, которая стартанула без вообще комментаторов, с одним хуюном. Это вьетнамский наш коллега. Я его коллегой не считаю. Он такой опасный тип какой-то. Все время где-то рядом с судьями, с этими, мне кажется, это одна какая-то банда шаловливая. Мафия. Мафия, да. Тайская мафия или вьетнамская мафия, не знаю. Ладно, что, где, из той ли-то, никто еще не вернулся, судя по всему. Долго терпели. Долго терпел, видимо, там сейчас стоит. Ломает. Если ты судья ушел, он говорит, начинайте без меня, я срочно по... Может, это белым было написано? Так, а, ну-ну-ну-ну. Обе команды имеют еще две паузы. Вы можете отпаузить, когда обе команды ready. Он говорит, подождите, да он еще в туалете, ну что вы спешите-то? Говорит, куда вы спешите? У нас еще 20 минут до начала игры, ребят. Можно еще куда-то сходить, там, я не знаю, в Макдак перекусить, например, там, куда-нибудь спуститься, я не знаю. Ну, бред. Нет, я вот предлагаю привозить этих организаторов, вот, там, я не знаю, в ПЦ взять, там еще кого-то, и вот сюда их, на недельку, к экстримчику, там, и так далее. Желаю, не поняли, как дела делаются. Полное погружение, знаешь, что-то типа, чтобы команда на три минуты опоздала, хренак ей штраф. И так можно, оказывается, их можно заставить и приходить в ОВЕ. Неужели, да? Не, вот реально, Старладер, если команда опоздала на пять минут, она может вообще не приходить. Ну, типа того. Да потому что, дорогие друзья, 50 минут перерыва. Или небезызвестные, типа, мы не хотим играть, мы хотим дисквалификацию команде противника. Говорю, ну, вам вообще-то играть по расписанию. Мы не будем играть по расписанию. Я говорю, ну, тогда вам техлуз. Вы что, нам угрожаете техлузом, если мы не будем играть по расписанию? Да, мы всем командам угрожаем техлузом, если они отказываются играть по расписанию. Типа, ну, из этого же разряда. Так, ладно, все, отжали у нас паузу, продолжается у нас здесь заруба. Призовой фонд, тем временем, 5 миллионов 617 тысяч 715 долларов. Уже совсем скоро рейнджовый барак станет явью. Ты выпустишь свой рейнджовый барак? Просто в фоке Фуриона. Ты не видел эти матчи? О, братень, ты очень много пропустил. Так, ну, у нас тут сразу же начина... Эээ, окей. Мне понравилась реакция Сэнд Кинга на все это. Он так живот втянул, за деревом почком встал и спрятался. Как будто он думает, что на Бэтрайдера и Луну сейчас кто-то побежит. Типа, они вдвоем шли-шли и загуляли. 30 секунд до бороться. Почему нет? Я обычно, когда вижу в лесу Бэтрайдера и Луну, сразу... Разбежишь их воевать. Конечно, конечно. Смотри, смотри, смотри. Байтят на Луну. Боже мой, что происходит? У нас еще крипы не вышли, а уже начинается идиотизм в игре. О мой бог. Три типа спрятались за деревом, Луна пошла типа быковать. Это просто жесть. Не хватает тут еще ласта нам сейчас вот для... Погружение, как ты говоришь, для полного. Полного погружения, значит. Так, ну что, Тайтхантер будет стоять в сложной у Мэйден Таиланд. В миде у них будет стоять Вайпер и, естественно, фармить будет Нага Сирена. При поддержке Тренд Протектора и Джакиро. Тут у нас что у Минески? Луна, Винга и Чен в сложной. В миде Сэнд Кинг. Вот так вот тебе ход конем. И Бэтрайдер на своей легкой линии против Тайтхантера. Мне кажется, Минески тут что-то перемудрили. Слушай, им надо очень сильно перемудривать в этой игре, чтобы победить, и так скажем. Не, у них, понимаешь, у них два лоу-рейндж героя. Это Винга и Луна, которые вроде имеют приписочку Range Hero. Но от Range Hero там вот только эта приписочка остается. Потому что дистанция атаки, ты видишь, Нага Сирена достает рептайдом луну, которая бьет просто с руки. Чтобы вы понимали, насколько это Range Hero. Сэнд Кинг в это время в миде. Что он тут делает против Вайпера? Вайпера, кстати, пока на него не особо внимания обращают. Мне кажется, Вайпер чует подвох где-то в этом всем. Да, он видит Сэнд Кинга на метле и понимает, что это уже подвох. И явно что-то за этим должно таиться. Да, да, да. Понимаешь, когда ты видишь темную комнату, луч падающей света, стоящий в сундук золотом, ты понимаешь, что здесь не все так просто явно. Где-то сейчас... Где-то может случиться... Либо со скелетом придется драться, либо... Может случиться курьез. Да. Да, ну что ж, вот эта дабла, луна и венга, она в принципе не особо боеспособная. Пока что, пока у них лвла не слишком большие. У них много урона с руки, это факт. У них сейчас там венга возьмет на втором уровне, например, ауру вкачает и будет себя неплохо чувствовать. И, собственно говоря, луна тоже. У него сейчас вот бим, первый лвл аура. Им еще чена с вот этим дебафом на... Им чена с волком надо. С волком и дебафом на плюс физ урон. Да, 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 кстати. Просто хресь, хресь и там пых, пых. Нет, дамаги действительно много. Но, кстати, венга бросила луну, это увидели ребята из мидтраст и убивают луну. Все очень просто. Это ферст блат. Слушай, по-моему, по-другому должна была развиваться игра немного. Минняски тут уже проиграли, мне кажется. Потому что они с линиями очень сильно намудрили. В результате мидт стоит совершенно спокойно, вайпер. Ему Сенкинг ничем навредить не может. Тайдхантер стоит точно так же легко в своей сложной линии. Да, он вроде крипов много не добивает. Но у него максимальный почти там уровень в теории должен быть. Да, он второй левел на карте. И также, ну, легкая линия. Вот ты видишь, Нага Сирена, она просто не ощущает эту луну сейчас. Там задувочка еще в спину. И не возвращайся. Луна ничего не выформит с этого лайна. Абсолютно ничего. То есть у луны нет айтемов, а больше не на кого надеяться. У них единственный был вариант, что луна перегонит на два слота Нагу. Каким-то чудным образом, я не знаю, убийствами, вышками, еще чем-то. И пойдет, спушит. То есть, ну, будет драться одной тычкой и убивать полкоманды. Так и есть. Вариант, при том, что у луны будет сапог и в рейдбент на 30-й минуте, не рассматривается. Да, ну и понимаешь, вот, вроде бы три рейнджовых героя у Минески. Но если обратить внимание, там не только луна и Винджфул Спирит с лоу рейнджем. Там Бэтрайдер, он тоже особо дальностью атаки не отличается. А в миле воевать против Тайтхантера, против Нага Сирены, там, ТХД, Дерево против Вайпера. Это все очень-очень плохо. Минески, пик тут проиграли просто в салат, как мне кажется. Вот опять очередной выход. Задувочка, сеточка. А это минус, скорее всего. Будьте Айспенд, скорее всего, не успеет. А-а-а! 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 Там надо нет? А-а-а! Вот так, значит. Ну что ж. Опять великолепные комментарии. Не, ну я просто думал, что сейчас луна развернется, даст там блюзенбим в кого-нибудь от фонаря и умрет. В мид выход на Вайпера. Вайпер подлилёт на армара. Ну тут три стана, извините меня. Я слышал, что станы, в принципе, хорошая штука в доте. И... Завязываю их, да? Это бред свой утренний нести. Не умылся, что ли? Начал со своими станами с утра. Скажи еще, что рунжовый барак бить надо. Не-е-е, это все вранье. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас Нага Сирена, 15 на 3. Так, я уже сразу тут включил Нетворс. Смотри, как идут ровненько. 15 на 3 Вайпер, 15 на 3 Тайт, 15 на 3 Нага Сирена. И следующий 15-1 Сенкинг, 12-3 Бэтрайдер, там 9-0, 7-1 у Луны, у Луны еще и одна смерть. И Луна к крипам уже не подойдет. Ее просто сейчас будут убивать. А, тут ТХД на хосте. Сеточка какая. А ну давай, Рейн, Дубль-2, Дубль-2, смотри так. Эть, эть. Здесь все, наверное, так не получится. Почти. Опять потрясающие комментарии. Ну что ж, друзья, я уже говорил, что Минески проиграли первую карту. И там сейчас Луна такая, ребят, что-то налайндит не так. А действительно. А что не так? Био, био, БКД. Да, 7 крипов, в то время как у противника крипов уже в два раза больше добито. И один фраг, один ассист. Я сейчас просто включаю Нетворс. Я могу даже график, наверное, уже включить. Мы видим, что уже на полторашку вперед вырвались ребята из команды Мисс Траст. Это товара еще не падали. Это, грубо говоря, тупо перефарм за 5 минут. За 5 минут просто одни крипочки, да. Ну, два фрага против одного фрага, окей. Там где-то Феррест Блатт, где-то еще что-то. Ну, вот сейчас уже трипла стоит на линии. Тут с Кентавром, Чен. Опять же, вот эти станчики, станчики, станчики. Но Нага Сирена все это понимает и отходит. Джакира уже четвертого уровня. Вот что самое противное. То, что ТХД сейчас сможет нормально дефить свою Нага Сирену. Как только к ней будут подбираться вот эти вот лоу-рейндж герои. Он просто кладет айс пасс как угодно. Там поперек, вдоль. Ему вообще фиолетово. И просто никто не подойдет к Наге. Ну, вот смотри. Выходит Финга и... Ганг не удался. И уходит Финга. Ой-ой-ой. А вот походу Винга-то не уходит отсюда. Ее Чен оттпшит на базу. Разве будет ли Сет? Нет, нет. Чен не уходит. А Чен? Винга уйдет, а вот Чен нет. Не пожалел Тайтхантер Рэвидж и правильно. Не правильно сделал. Да, я считаю, что вот эта экономия сплоп, особенно на ранней стадии игры, шестая минута, вряд ли будет файт 5 на 5 в ближайшее время. И вот 100% не будет. Да, скорее всего, даже если у вас будет Рэвидж, к вам просто драться никто не придет. Вот, и вы там на халяву, возможно, отожмете вышечку, например. А так вы еще забираете Чена, опять же, обрезаете фарм, убиваете противника морально, да, там, глушите инициативу с его стороны. То есть все отлично. А Рэвидж, он Тайтхантер пойдет, сейчас себе еще Даггер пофармит на то время, те 2 минуты, когда у него идет кулдаун. Ну да. Пока Митхи просто переигрывает оппонентов, причем очень сильно. И даже пиком, по сути, который глядит в глубокий лейт, ну, там, я не знаю, через 30-40 минут они должны были начать играть. Они играют с первой минуты. Ну и Сенкинг подходит убивать Вайпера, но на Вайпере вдруг неожиданно появляется Ливен Армор. И Сенкинг... А тут вот просветочка, просветочка это, кстати, очень мощно, хотя у Сенкинга нету маны, но вот он отпивается ботлом. Вайпер выбирает правильный маршрут убегания, и СК остается ни с чем. Да, его видят, тут Джекирко. Ну, плюнь же ты в него хотя бы, что ты терпила. Да он щадит его, тебе говорят, ты и так и остался без эпицентра, тут лоханулся, медли, иди. Иди, короче, грусти куда-то там. А внизу, ты не поверишь, что происходит. Что происходит внизу? Внизу опять убивают Луну, Лунау, которая пауэр трэдс на восьмой минуте. У Луны Нетворс, в принципе, не сильно отстает от Вайпера в миде, 500 золота. Но это 500 золота, кажется, но в процентном соотношении это там 25%. Проходят тренд протектора. Его отсюда не отпустят. Да, с трендом тут шутки шутить не стали. Это, конечно, приятно для Минески. Но вот все, чем они сейчас могут заниматься, это пытаться ходить и вот так вот убивать людей. Находят Нагу. Нага сразу же слип и убегать, убегать, убегать. А убегать ли? Никто сюда не подтянется? Да, кто к ней сюда подтянется? Нету никого рядышком просто. Ну и у самого Лейклза уже нету маны. Ему бы сейчас что-то себе принести. А он приносит себе барабаны. Ну вот, нормально. Сейчас будет увеличивать свою плотность. Монопул значительно так же там вырастает у нас за счет того, что статов очень много барабаны дают. Быстрее бегаешь, быстрее бьешь, все быстрее делаешь. Там, правда, у Тайтхантера, кстати, проблемы могут быть. Да, сейчас уже 5 стаков. Сейчас будет просто лассода. Потащили братюню, братюня. Еле жрет 6 стак. А кто ж тебя спасет? А скинулся. Ну, естественно. А ты что думаешь, все так просто? Че за... Где-то подвох, да? Бред. Ты смотри, у нас тут сейчас пытаются забрать Джакиро и Нага Сирену. Нечем, нечем сейчас сейвиться. Нага Сирена... Там, если что, у Тайда есть ревидж. А, уже? Да. Тогда у меня посерьезные есть интересные новости для того же Сэнд Кинга, например. Не, ну Сэнд Кинг он убегает. Он, видимо, тоже... Ты что, подожди. Чует ревидж? Сэнд Кинг. А вот Тайдспэк был плохой. Но через секунду будет подкоп. Сетка и отличный подкоп по всей движухе, но продолжать нечем. Вот был бы там еще... Не, был бы там еще Лешрак с Линой, всех бы раскатали. Но, к сожалению, Лешрака с Линой не добрали. Минески, всего пять героев разрешено к участию в матче официальном, к сожалению. Не, поинтереснее было бы 7 на 5 посмотреть. Ну, я думаю, знаешь, нам бы, например, против каких-то там ДК и 7 на 5 бы не помогло. Три им бы помогло. Ну, они быстрее раскачались бы. Быстрее бы раскачались, да. Все правильно. Радиент, top tower, under attack. Ну и что? Miss Trust. Опять открываем графики. 2000 у них преимущества по деньгам. Это вроде и не слишком много, но важно то, у кого появляются деньги и во что они преобразуются. Важно в том, что у них эти... Ага. Важно то, что Чена тут сейчас сожгут заживо. Еще могут и венгут, цепанут. А что не пошли? Ее не видели, она за угол уже забежала. А если бы это вообще не просвечивали? Вижена не дает, она же попала под действие спла. Да нет, вроде не дает, насколько я помню. Важно в том, что деньги у тех героев, которых не должно быть сейчас. Они должны сейчас на 2-3 отставать. И даже при этом они бы выигрывали, потому что через 30 минут они лещей не дают. Но просто там главная вещь в том, что фармит очень хорошо Тайт Хантер, у которого скоро появится даггер. Тут у нас находят Нага Сирену, Нага Сирену надо сейвить. Ливен Армор, он очень быстро слетит. Сент Кинг раструсил, и Сент Кинг отличный подкоп. Тут минус 2 сейчас будет. Да. Да, Тайт пытается уйти, но вряд ли его отсюда отпустит. Хотя... Да нет, там сейчас подкоп через 3 секунды. Хотя АСП... А, а... Блин, Реведжа нету, 40 секунд еще. Ну вот, прилетевший Тайт Хантер без Реведжа, видимо, не слишком хорошо работает во время Диффенса Мейн Керри. И здесь уже грамотно сыграли Миниаски. Точнее, безграмотно сыграли Митт Траст. Ну, другой герой нужен был, там, не знаю, Тренд Протектор с ультой, который всего 5 уровень. Джакира, например, какой-то с Айс Пассом. Ну, у Джакира Телепорта, я так понимаю, не оказалось, или что-то типа того. Может, он только-только прилетел. У него, кстати, сейчас Аркан Буци, наверное, должны появиться. Что-то у Вайпера по Мекке. У Вайпера по Мекке все... Найс, вроде бы, идет. Скоро будет, да, скоро будет у него уже Мекканзма. Ну, вот с Мекканзмом Вайпер тоже сможет прилетать подсейвить. Так, пока он не особо хочет участвовать в файтах, пока не выфармит Мекку. Хотя, мне кажется, зря. Вот если бы он оказался там на ботами, то это минус Санкинг был 100%. Возможно, даже бы Тайт Хантера подсейвил. Ну, видимо, решил не драться, пока Мекку не доформил. Так, у Джакира уже там 1400 денег. Как далеко он там закидывает. Горелочный. Но все равно это не тот Джакира, который был вчера. Который просто ходил и изничтожал все. Анигилятор Джакира... Анигилятор 777. Смотри, у нас находят Вайпера. Вайпера пытаются наказать. Но вот он влетает в Тайт Хантер с реведжем. Пробивает Луну. Луну пытаются подсейвить. Телепортирует ее Чену. Надо доливать дальше дэмэдж. И есть этот самый дэмэдж. Поджигают Чена. Замораживают Чена. И убегают от Чена. И отпускают Чена. Непонятно почему. Смотри, смотри, смотри. У нас тут так. Санкинг в инвизии. Давай рептайд. Пацаны, говорит, я ее нашел. Что мне с ней делать? Убивай. Кстати, чуть-чуть рептайдом не попал. Ну, вот сейчас вдвоем-то, кстати, могут. Бэтрайдер. Есть Лассо? Нет Лассо. У него маны нет на Лассо. С чем мы поздравляем Бэтрайдера. Но Нага слишком просела. Хотя нет, видишь. Джакирка приходит, подсейвливает. Ну, поздно-поздно пришли остальные игроки команды Минески. Лассо не было у Бэтрайдера. У него тупо не было маны. Я не знаю, где он ее потратил. В самом деле он скушал стики. Ему хватило маны, но он кинул флеймбрейк. У него не было стиков в тот момент. А что у него? Откуда у него мана появилась? Там арканчики какие-то были или что? Ну, накастовали всякие. Джакира, Нага Сирена. Было закастовано 3 сплани. Не-не-не, я тебе говорю. Он в момент, когда кинул флеймбрейк, у него уже была мана на Лассо. Но он решил почему-то кинуть флеймбрейк в Нагу. То есть он мог ее, в принципе, цапнуть и увести. Не знаю, не знаю. Я когда смотрел, маны у него не хватало на Лассо. Ну да ладно. Тайтхантер с даггером. Окайно, окайно. Что, подхиливают его? Проблема в том, что трудно у Митхофф вышки снести. Митхофф? Митхи. Мэйд ин Тхайланд. Тхайланд. Смотри, подходят к вышечке. Окей, подходят. Тайтхантер тоже подходит. Получает люсенбим, уводит на себя крепочков. Но надо дефать. Вот когда у вас есть тренд протектор, то лучше подраться вначале, для того, чтобы потом избежать курьеза, возникающих с вышки. Потрясающий ливен армор на вышку. Там минус Джокир еще где-то погибает от Бетра. Внизу. Тут серия ошибок, на самом деле. Сейчас идет от Митхофф. Им нужно было дефить этот... А вот сейчас, когда вышку снесли, они идут в атаку. Это всегда так обычно делают. Действительно. Свап. Сэнд Кинг. Начинает трусить. Минус 2. Ну, Митхофф. Только что просто... Вот они отдают эту игру прямо на наших глазах, друзья. Если вы не знаете, как нужно сливать катки, это делается именно так. Потому что такие глупейшие ошибки совершаются. Я не знаю, на что был расчет. На то, что враг думает, что у Тайтхантера есть ульта. Если бы у Тайтхантера была ульта, он бы ее уже давным-давно дал. Потому что там ситуации было намного больше. И Даггер у него там, естественно, был. И они понимали, что если он не прыгнул на них с Рэвэджем, то значит, у него его просто нету. Мало того, что отдали вышку, отдали еще целых трех героев. Сейчас Митх Траст. Да, лучше если вы вышку отдаете, то Геро... О, еще и Минус Нага. Еще Минус Нага, да-да-да. Там все грамотно сейчас делают Митх. Они продолжают стабильно фидить. Дают единственный шанс на победу. Сейчас еще и Вайпер погибнет, на нем два стака его высыпали, потянули. Отличный Рэвэдж. Ну что ж. Дальше-то что? Есть чем дальше добивать людей? Есть подкоп у Сент-Кинга. Сент-Кинг горит на Вайпера, но там Ливен Армор. Ливен Армор слетает, приходит Чен. Есть Минус. Уходит Сент-Кинг. И вот, да, его ТП-шит. Его ТП-шит. Там, правда, сейчас, возможно, Тайтхантеру стоило прыгнуть с Даггером, который у него не был в кулдауне. И не был сбит. Что, Джекира выживает? Джекира уходит еле живой, но все же уходит. Хотя его видят. Бим. Да, делает фраг. И вот, друзья. Сейчас я вам показываю. Это чудесное изобретение второй дотки. Это графики. И вы только посмотрите. С 2000 плюс у Мид Траст все скатилось до минус 700 в пользу команды Минески. Да, и сейчас мы увидим, что все примерно так и продолжает у нас развиваться. Нага Сирена, конечно, она имеет денежки. Она еще игру не проиграла. Единственная надежда, как обычно, на Иисуса, который сейчас должен фармить как бог. Потому что команда его сейчас знатно подфидела. Очень знатно подфидела. Не, нельзя, нельзя так делать. Я с тобой соглашусь полностью. Если вы отдаете вышку и понимаете, что не можете дефить, отдайте вышку. Соберитесь что-то взамен. Соберитесь в меде и снесите тоже вышку. Это приблизит Рейдинг с Наги. Но не нужно отдать вышку, а потом давайте догоним их и расскажем, что это была наша вышка. Да, получилось весьма глупо. Что ж, теперь Луна у нас 10 уровень с барабанами ПТ. Луна теперь по Нетворцу всего на 400 отстает от Нага Сирены. Учитывая то, что Луну гнобили в начале, 4 раза убили. Вот что бывает, когда вы фидите. У Сэнкинга там Дайгер Арканы, Бэтрайдер с Дайгером, который, кстати, только что прыгал на Нага Сирену. Но, видимо, у него там кулдаун был на лосо или не допрыгнул. Как-то идиотски получилось. Не получилось забрать Нагу. Если бы там на топище только что забрали Нага Сирену, Радианс мог быть очень-очень сильно отложен. Отсрочен. Отсращен. Отсращен, да. И Рашанчик. Рашанчика должны забирать. Нет ульта Наги, не должно быть дайм до него еще целых 2 минуты. Да, очень долго, она еще и 10 уровня. Это ультимейт только первого был, у него кулдаун вообще сумасшедший. Ну, отбивает Рашанчика, причем знают прекрасно. А, видимо, Бэтрайдер на этот сон и разводил. Слушай. Такой читер этот Бэтрайдер. Ну, вот, заходи, сейчас должен у нас вот этот... Санкопа двоим, пошел еще Эклипс. Как же много дэмэджа сюда залетает. У кого Аегис? Нету ни у кого Аегиса, потому что Рашан еще не умер. У Рашана там 550 хп, которые не в состоянии сейчас сбить сурьки, да даже Тайтхантер. Сенткинг должен залетать. Да, Сенткинг залетает, копает. Прыгает Бэтрайдер. Это будет минус Джакира, наверное. Да, минус Джакира. Рашан падает. А, Нага Сирена забирает Аегис. Но тут такие все коцанные. Через секунду будет подкопать. Там будут сейчас минус все. Да, сбивает Аегис. У Тайда. У Тайда есть ревейдж. Не ревейдж, точнее, а Энчер Смэш. Нужно держаться чуть поосторожнее. Нага Сирена. Нага Сирена воюет. Сеточка на Бэтрайдера. Бэтрайдер закидывает бочечку. Горят иллюзии сенткинг. Копает. Мимо. Да как же можно было копнуть мимо? Постоячий Нага Сирене, но ее убивает. Это Тим Вайп. Минус 6 только что сделали Минески. У нас кто-то шкребется в дверь. Заходи. Да. Не шкребись. Короче, эта драка это просто нечто. Во-первых, Мит Траст просто самая провальная команда в истории этих квалификаций, как по мне. Во-вторых, Минески на самом деле не так глупы оказались. Вот этот Бэтрайдер, прыгающий на топе на Нага Сирену, он действительно развел ее на Слип, который сейчас мог зарешать. Он просто прыгнул, не стал ее лососировать, не стали ее убивать там. И сразу пошли на Рошана, как только Нага прожала Слип. Ну, кстати, вот, да, в чатике дошел тот момент, когда Бэтрайдер был медлен. Действительно, он провязывал стики, у него хватило на лосо, но он кинул флеймбрейк. А, ну, поздравляю тогда Бэтрайдера. Ну, в любом случае, у него уже есть Даггер, у него уже есть Форстав, 11 уровень. Можно продолжать врываться на разных товарищей, где там Нага Сирена. У Нага Сирены 3600, будет не то чтобы быстрый радианс, но нормальный радианс. У него все-таки 535, кстати, статистика очень боевая такая Нага Сирена получилась. Ну да, там экшена много на ботами было. В принципе, везде экшен был, где была Нага Сирена. Старались ребята смещаться, но вот... Мы видим то, что по графикам назад все вернули. Несмотря на, вроде как, неудачный файт на Рошане. Да, но... Такое. Рошана-то, вроде бы, забрали именно ребята из Мист Траст, то есть они там получили лишнюю денежку, там, Аэгис еще этот. Но, с другой стороны, Минески хорошо подрались в свою пользу. Там был очень забавный момент, потому что реально Рошану вносить урон было просто некому. Вот эти 500 хп, которые у него оставались, это был какой-то непреодолимый барьер. Там стоит Тайт, просто тыкается в него, типа, понимаешь, что Рошан регенится быстрее, зовет на помощь. Да, там Нага подходит и так далее. Ну вот очередной Алиминарман на Тауэр, который еще и Глиф прожали. Вот сейчас, наконец, поняли ребята из Мист, что нужно дефать свои Твыра, что у них есть возможность этим заниматься. И вышку в Миде, например, они только что не отдали, хотя могли. Единственная вышка, которая упала, это пока на топе. И то, она упала, потому что ее хотели отдать. Да, и потом еще хотели отдаться. Ты забыл. Маленький нюанс. Нюанс, да. Ну и Луна продолжает фармить. У Луны уже есть Морбид Масочка, у Луны уже идет первая заготовка на Яшу, я так понимаю. Так что у Луны все более или менее ок. Эншентов нужно и стакать. Да, есть чуть-чуть стаков, но надо больше. Надо очень много стаков, чтобы она вывезла как-то, я не знаю, 16 уровень побыстрее. Это то, что может перевернуть файт, третий Эклипс, в принципе. Да, ну вот видишь, Бэтрайдер как раз занимается тем, что делает много спауны на Эншентах, которые, по сути, зафармить у Мид Страст могут ребята, но я не знаю, насколько они хотят этим заниматься. Кстати, что-то не получилось у Бэтрайдера. Помигал, типа, там что, заблочено, что ли? Но на самом деле он вроде бы чуть-чуть рано отвел. Чуть накосячил. Да. Бэтрайдер видит все это перемещение команд. Вот сейчас теперь уже заблочили. Ну а тут на топе какая-то тусня непонятная. Да, есть уже Яшу. Нормальная тусня. И сейчас Бэтрайдер все это дело спалил, они прекрасно понимают, что да, может быть смещение, но опять же, этого надо бояться, потому что если первый на ТП прилетит Нага и провязывает Слип, подтянется Тайтхантер. Подтянутся все. Да. Ну и вот у нас прилетел Тренд Протектор уже сюда, есть Нага Сирена рядышком и Слип. Вот. И прилетают все. Итак, ребята смотрят на Луну, говорят, братюнь, ты, конечно, извини. Тут не только ей, тут перед всеми извиняются, я смотрю. Извинения Чену, извинения Винге. Тысячу извинений просто, ребята. Еще извинений, да. На самом деле, очень глупо все сделали Минески. Вот как ты сказал, так все и произошло. Ну это логично, потому что, ну как бы ты подошел в упор к Таверу, а у Е Слипа просто чумачечий. ТП первое делается очень быстро, потом, да хоть 2-3 секунды без разницы, есть Слип Наги. Ну и у Наги уже есть Радианс по итогам вот этого замеса, да, у него там 1300 золота сейчас появляется, очередную вышечку заберут, купит себе рецептик, и начнет фармить. Вот когда Нага начинает фармить, это очень страшно. Учитывая то, что это Лейклз, это еще страшнее. Этот товарищ и не из таких безнадежных ситуаций свой коллектив вытаскивал. А тут этой безнадежной ситуации, грубо говоря, и не было. Вот именно. Не в одну минуту, потому что все вроде как хорошо. Сейчас, когда Слип станет откатываться 60 секунд, они смогут такие файты проворачивать просто по кулдауну. Но, да, там, конечно, рыбачатая танка чуть-чуть. И БКБ, опять же, собирать для Луны, это опасно очень. То есть ты нажимаешь БКБ, Нага нажимает Слип. И тебя убивают. Иди сюда, Вась. Ну, так обычно и бывает. А вот он, Радианс, пошел. Ну и сейчас скорость фарма увеличится. Не такая уж и тонкая у Нага, кстати, 14 уровня с 1300 хп. Типа рабанчики, они дают лишнюю выживаемость. Да, я уверен, там еще какой-то сейчас Виталити Бустер прикупит, например, вместо щитка, для того, чтобы просто было сложнее ее загонгать. Больше хп могла она впитать, когда ее там поймает друг Бэтрайдера. Если вдруг поймает... У нас тут поймали Трента и сжигают дерево. Отлично увез Бэтрайдер. Трента мне очень понравилась. Феноменальная игра. Руд, он еще живет. Сид посадил. Мека. Бэтрайдер просто такой кривой. Это забей. Вот он просто взял и на форстафе... У него, походу, скрипт прописан. Знаешь, лассо форстаф в любую сторону. Нет, дайкер лассо форстаф стики. Ну, так и есть, потому что он только что поймал Трента и увез его от Сенткинга. Сенткинг мог просто там стоять, даже песками банально дамагу уносить. И то было бы неплохо. Тем более у Сенткинга там замакшенные пески, это 100 урона в секунду. С руки он так не бьет. Короче, Бэтрайдер это просто здоровенный косяк. Ну, Тайда уже трудновато убивать, особенно без луны. Маловатые шансы, скажем так. А Тайда потихонечку к рефрешеру слышишь? У него уже обливион став есть. Но у него на персиве он схватает. Да, это... А с двумя равейджами там забей. Я ливаю. С маной сейчас будут небольшие проблемки, но... В принципе, а сколько там? Получается 225, да? 450, рефрешер сколько? 375 вроде стоит? Да. Где этот зеленый камень? Да, 375. Ну, да, там будет как раз тютелька в тютельку хватать. Так у меня же арканы два раза. Ну, я же говорю, два раза арканы проюзываешь, и там как раз вот хватает. Так как некрачей там никаких нету, вроде бы... Да? Да, некрономикона нету. И, значит, Тайд будет по полной использовать свой монопул. Потому что в команде еще у кого-то арканчики есть. Да, ну вот Аннаде, например, которая буквально пару минут назад купила себе радианс, уже имеет 2500. Это, по-моему, закономерно. Даешь наге ранний радианс, не убиваешь нагу, получаешь от наги. Там, типа, знаешь, троеточие такой, там, пункт, там, 5 пропустили, там... Тараска, я не знаю, там, диффуза, там, баттерфляй, вот это пропускаем, потом, типа, профит. Все, привет. Ну, так и есть. Ну, и что у нас? Будут стараться сейчас нижнюю вышку запушить. Пока Винга стоит на защите, но и Винги защитник пока не особо лютый. Вайпер. Вайпер уже очень жирный, посмотри, несмотря на то, что у него всего 1200 хп, но, там, пайпы, меки, стаутшилд, пассивка. То есть, вообще, там, запас здоровья Вайпера сейчас, ну, тысячи две, наверное, здоровья. Да, я думаю, где-то так. У него еще и 12 армора, а минус армора, там, кроме Вейвов террора от Винги, никто не делает. Опять же, надо попасть, надо кинуть, ну, попасть в Вейвов-то, а? Ну, блин, на самом деле, можно банально кинуть в кого-то, до него не дотянется. Будет ли у нас свап Тайда, убьем Дульта? Тайд, видимо, решил все-таки не особо воевать, пока он не купит себе рефрешеру, но это глупо. Да я тоже думаю, что это неправильно. Сейчас уже второго Лейвова ульта. Хотя, знаешь, он может скорее не вайпить, потому что Нага фармит. Наге никто не мешает, она выфармливает, ей ничего не надо, у нее появились уже травла, полторы тысячи сверху. Сейчас какая-то Яша, потом или Ривер. И все. Убивать нечем. А ну Рошан, смотри. У Луны там Балтазавр, я так понимаю, у Покемон сидит такой. Балтазавр? Балтазавр. Да, у него Балтазавр не до БКБ. Не, ну у Луны тоже все более или менее пока идет хорошо, она на 2000 отстает по фарму от Нага Сирены. Это еще не так страшно, как может быть минут через 10, друзья. Потому что через 10 минут эти 2000, это будет просто там на тангусике, скажем так. Потому что Нага совсем скоро начнет обгонять на слот, а потом и на 2. И ты не замечаешь, как ты уже дефаешь трон. Прям как... Ладно, даже не хочу сравнивать ни с какими трогательными историями. Стараются по максимуму блочить спауны Эншентов. Ребята из Мид Страст понимают, что надо это делать. Ну и знаешь, тут такие двоякие ситуации. Иногда команды все делают ну просто офигенно, да, в плане понимания игры, что надо делать. А иногда они творят какую-то вообще несусветную ересь. Да, это как ты про Бэтрайдера. Бэтрайдер-царь. Бэтрайдер-лох. Бэтрайдер-царь. Да, он лохо-царь. Лохо-царь. Бывали моменты, когда он вроде бы и царил, бывали моменты, когда он и плохо играл. Ты посмотри, аганим у Джакира сейчас будет. Вот, и там вторая Макропира в узкий проход скоро будет залетать. Да, узкий проход Луны скоро будет страдать очень сильно. БКБ она, конечно, сейчас доберет, но БКБ это как раз-таки знак того, что единственный узкий проход, который будет страдать, это узкий проход Луны. Слип и... Слип, да, и быстренько будут в пятером пытаться разобраться, конечно. Даже не в пятером, наверное, все-таки вдвоем, втроем. Вайпер и Нага Сирена. Ну, хватит ультимейта Вайпера плюс один. Ты посмотри на это количество бабла. Уже три тысячи почти разница между Нагой и Луной. Луна сейчас на топе подфармливает. На самом деле, Нага может на нее просто выйти и хотя бы на БКБ развести. Лейклз просто спаунит опять иллюзии, разводит их в разные стороны. Что у нас тут с Тауэром? Тауэр регенит некому. Прилетает Луна. Это минус Вайпер. Или нет? У Вайпера Мека, Пайп, да, он все прожимает. Тайтхантер ревейджирует. И Тайтхантер тоже умирает. Понимаешь, проблема в чем? Проблема вот в этих вот двух подставных засланных казачках, которые во время врыва Тайтхантера такие стоят. Такие, ха. Ну, вроде драка, вроде, да, что-то может. А, нет, плохо, плохо. Ну, ладно, пошли домой. И побежали. Потому что они даже не рыпнулись в сторону драки. Два таких молоточка. Продано. Ну, это реально было так. Тут потрачено даже здесь просто, не продано. Потому что вот эти товарищи, Джакира и Трент, они только что не сделали ровным счетом ничего. И он кинул ливенормар, такой, Братан, сейвил как мог. Сейвил как мог. И такой стоят, что в полэкрана от него, наваливая педали оттуда. Ну, и вышечку отдают по итогу сейчас. Я думаю, проще было отдать просто вайпера. Ну, так вот вытащили его. Ну, не пошло у пацана сегодня. Ну, резница через минутку. Пойдем дальше вместе воевать. Не, в теории, если бы у Наги там были не в кулдауне Тривела, то можно было под врыв Тайтхантера устроить телепорт Нага Сирены, чтобы она врывается там. Или просто, чтобы Нага Сирена первая туда прилетела и через слип, как обычно, это делать. Кстати, у Наги же были Тривела. Почему нет? Они в кулдауне или что? Вот я же о чем? Если бы хотели, сделали, но Нага Сирена у нас летает с базы на линию, с линии на линию, с линии на базу и так далее. То есть Нага фармит. У Наги нет плана сейчас драться. Видимо... Да, конечно, нет. Ну, и в принципе, это правильная задумка. Нафига Наги сейчас драться? Ну вот, зачем тебе драться с вариацией 50 на 50, если ты через 10-15 минут придерешься с вариацией 90 на 10? А еще через 15... Извини меня, иллюзии сами там все убьют. Ну, есть такое. Да, там всякие санкинги и венчфул спириты, они пока не особо плотные. Ну как венга, венга 1300 хп, не так уж и мало. Манта Стайл появляется у Луны. У Луны тоже все более или менее... Ну, блин, Манта Стайл это, конечно, круто, но при учете того, что там совсем скоро появится рефрешер у Тайда, иллюзии-то не такие толстые. Они будут рассыпаться мгновенно, и толку от этого айтема... Там проблема даже не в том, что иллюзии будут там толстые или не толстые. Проблема в том, что все, кроме Луны, будет умирать очень быстро. Тут нету БКБшечек ни у кого, насколько я понимаю, да, у Бэтрайдера. У Бэтрайдера только начинает оно собираться. Так вот, там Тайд с рефрешером, все правильно, это огромное количество урона, плюс радианс Нага Сирены, плюс Вайпер, плюс Джакира, плюс все это стреляет, пуляет, там, пью-пью-пью. Кстати, линка появляется у Мнаги, а нифига не Манта Стайл. Против Бэтрайдера тут, в принципе, все понятно. Свапы, Бэтрайдеры, много таких скиллов, которые неприятные. Ну, так вот. И Луна, когда она останется одна, она все равно ничего не сможет сделать. У нее пока не так много урона, не так много крутых айтемов. Они есть, но их не так много. Ну и что, есть третий уровень Слипа, есть Джакира с Аганимом. В принципе, можно и подраться даже сейчас. Вот, да, пошел смог, и сейчас кого-то будут. Ты видел, кстати, рейндж каста ульты у Джакира? Нормально. Я вот вижу в правом верхнем углу экрана, друзья, вы можете обратить внимание, там есть вот этот краешек круга, который показывает... Просто, знаешь, хухает пуш, ай, не достал. А жоп-то горит! Прям след за хуком такой, да, напал. Шлет из огня. Бежит, спасается, горит. Не дохукал. Да, есть такое. Ну и 17-17 счет у нас по фрагам. По деньгам мы видим 5000 преимущества в пользу команды Меттраст, хотя недавно было чуть больше. По опыту 1000 преимущества XP у команды Минески. Что там у Тайда? Нарисовалась или нет? Где, что у Тайда? У Тайда, да, у Тайда нарисовалась. Я уже думал, ты решил там в чат что-то написать, такое что-то похватился. Не-не-не, ничего не. Писать не будем в чат. Ну все, идут у нас уже иллюзии, вот началось. Забегают куда-то подальше всякие рептайдики. Крепы горят просто, ну, понятно, вообще без вариантов. Бетрайдер аж телепорт выронил с перепугу. Бывает, сыпется из карманов свитки, когда тяга. Нет, в принципе, да, это не Бетрайдер, а с кей-то другой, но, кстати, интересно, что он там делает. Байт на Вайпера. Байт на телепорт. Нет, тут байт на Вайпера. Мне всегда нравились эти байты. Самый жесткий байт, конечно, был в начале игры на Луну. Вот это был просто гениальный байт. Типа, иди. Сейчас на тебя ворвут. Они ничего не поймут. То есть, только что они видели нас всех, но они ничего не поймут. Залетели на Луну. Луну высвапывают. Отлично, высвапнули. Тайд рефреширует. Рэвэдж. Кстати, отлично сбивает Сенкингу. Он и даггер, и все что угодно. Сенкинг припекло у Сенкинга. Луна там раскастовалась. Ну и клип, слишком много крипов. Там ничего не получилось. И Нага поет. Нага поет. Разбудили Вингу. Сурпрайз. Не самое лучшее пробуждение, я бы так сказал. И Сенкинг. Отлично. Залетает много дамаги. Выдает Искану. Тут опять же Тайд со своим Энчурсмэшем. Очень много также дамаги. Лейклз продолжает гореть. Лейклз горит на всю эту движуху. Луна делает байбэк и возвращается в драку. Ребята из Минескинг бой выиграли, но не выиграли. Они очень много. Не убили Нагу. Они не убили Нагу. Нагу не убили, байбэки потратили. Это как бы главные моменты. Да, трипл килл от Сенкинга, он по сути ничего не значит. Да, появилось у Сенкинга много денег, но это Сенкинг. Это не Луна. Вейл оф Дискорд какой-то может появиться или БКБ тоже не помешает. Да, БКБшка, кстати, была бы неплоха здесь для СК. Ну, а у Нага Сирены что? У Нага Сирены три с половиной тысячи. Сейчас отправляется Минескинг на Рошана. Ну, вот сколько было? Три байбэка сделано. Раз. Нет, два. Два. Нага знает теперь то, что надо еще пофармить. Все. Типа ее и так в этом файте не убили, ей толщины хватило. И по сути сейчас либо Тараску и полностью укрепиться и самой заходить в толпу. Либо какой-то артефакт на демедж, типа Бутерфляя. Это скорее всего будет Тараска, а потом это уже будет, да, либо какой-то артефакт на дамагу. А может что-то они... Либо Монта Стайл. А если Таник не пойдет. Либо какой-то Монта Стайл туда заедет, чтобы было просто много-много иллюзий. Так, что там с вышечкой? Мигают что-то на Сент Кинга. Не знаю, что на него мигает. Ну и гили живой. Ой, и что? Ну помигать надо не... Сейчас. Сам страйк. Бэтрайдер по стулу полетал. Тот тоже припекло. Да. У Джакира только что... Вообще, драка от Мид случилась весьма такая, да, неплохим образом началась. Потому что Сэн Кингу сначала Тайдхантер сбил реведжем Все, что только можно было сбить Потом Джакира очень неплохо положил макропиру И Сэн Кинг ворвался уже ближе к концу драки Но, с другой стороны, он все равно ворвался Причем неплохо, он вытрусил очень много там дамаги Ну, что там, нага, нага, нага Что-то летит Что-то летит Да, это монтостайл Одним кликом Да, нормально Ну, я же говорю, плотности, в принципе, хватается за счет линки Тут почти 2000 хп есть у иллюзий Поэтому можно Ну, вот, смотри, смотри, стоит себе луна Она вроде и отбивается, но вроде как ей все равно неприятно И это были иллюзии А одну треть хп потеряла на иллюзиях Это без дриптайдов и так далее Это просто на автоатаке, грубо говоря На Ну, сейчас еще появятся там всякие монтостайлы Дабл дэмэдж Дабл дэмэдж Я вам тоже это озвучил Нужно больше дабл дэмэджей Ага Смакевич Погорели тут немного, пацаны И выехали на нагу У наги есть ульт У нее есть линка Должен это также понимать мистер бэтрайдер Смотри, смотри, смотри Такая жесть произошла Нереально лютая тайминговая И просто на ботом Чтобы вы понимали, друзья Нага просто собиралась пофармить Она заюзала иллюзии И благодаря этому бэтрайдер не смог молниеносно действовать То есть он не смог сразу прыгнуть и поймать Там сбить линку и схватить ее И вот эта доля секунды только что дала Нага Сирене возможность Отреагировать слипом и улететь Так что неудачный ганг от Минески Баттерфляй В Баттерфляй выходит у нас луна Ну и необходимо Ей очень надо Иначе она сейчас поняла То, что иллюзии сбривают Неплохо Нужно хоть какой-то эвэйжен заиметь Смотри, смотри, смотри Опа, опа, опа Формит, 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 формит Весь покупал На, еще и ты получай Челенистоногая Каспер хейтер, Санкин Санкинга там 4000 Он, видимо, в жизни таких денег в руках не держал Он не знает, что на ней купить можно Трусятся руки Не знает, что купить Так, у Вайпера там Аганим, да? Да, к нему летит уже Аганим Это, кстати, неприятно в Луне сейчас будет Там вообще много неприятных вещей Мы уже говорили по поводу Дальности рейнджа атаки У всех героев Минески Там сейчас Вайпер начнет неплохо портить настроение Тайтхантер, да? Контактный герой И вот эти всякие Джакира с Макропирами Очень-очень больно будет драться В таком контактном бою против Мисс Траст И плюс, естественно, там Нага Сирена Она продолжает фармить У нее уже 3100 Так, я, наверное, включу пока Нетворсы Разница по деньгам 7000 Not bad Между Нагой и Луной Это не между командами Я понял Просто между Нагой и Луной Разница в 7000 Вот, в принципе, все эти 7000, которые мы видим сейчас на графике Преимущества у Мисс Траст Они все у Наги Так он будет расти 3400 уже на руках Сейчас будет какой-то артефакт появляться Вот Вейл оф Дискорд, да, кстати Приобретается Анкинг Скорее, у него выбор был Либо Дискорд, либо БКБ Да Вот решил Дискорд Максимум дэмэджа Ну, в принципе Его тоже можно понять Потому что раструсить надо Нагу очень быстро Либо не только Нагу Либо всех подряд Там всех нужно трусить А Нага Это еще не самый Скажем Не самая приоритетная цель Да, в нее вписать дэмэджа Побольше бы не помешало Но один Сент Кинг Там в соло Ей все равно, естественно Ничего не сделает Сейчас еще продадутся стики Не дай бог Появится Ривер А Ривер может появиться Причем сразу С Виталити Бустером Ривер сейчас уже, скорее всего, появится Там, скорее всего, просто появится сейчас рецепт В Курьере на Тараску В этом Unusual Trap The Boxhound Боже мой Тогда, с прошлого Интернешнл Гем появляется пока Ну и сейчас начнется Дивардинг Решение Вижена Чтобы не мог Бэтрайдер Синициировать драку Либо Там, я не знаю Свап Винги У Винги, кстати, нет? Там ни Аганима Ничего не намечается У Винги Нет Ничего интересного нет Ну вот Правильно говорил Лост Знаешь, такой Комплекс суппорта Возникает у некоторых игроков То есть, несмотря на то, что Герой очень неплохой У него есть действительно Сильный потенциал Даже как у Керри-героя Тем не менее Я суппорт У меня не должно быть артефактов Я же на подсосе Бегаю, ничего не делаю И так в основном и бывает Там что-то появляется У Вина Я так не считаю Так хвост не считает Я тебе так больше, чем скажу Или Пупей Не знаю, кто у них там Принимал решение О Керри Винге В финале прошлого Интернешнл Но такое было Хорошо, хоть не Керри Виномайнсер Это тоже было у хвоста Ну, не на Интернешнл Но Да Вообще было Да, 5400 уже у Лейкилза И ребята в Смаке Отправляются Что, повоевать? Ну, вышку как минимум Забрать Вышка уже упала Хотя сейчас сама упадет Это нормальный деф, да? Потрясающий деф Три крипа просто взяли И разобрали Д2 Демонтировали Пропадает Аегис Да До следующего Рошана Пока еще непонятно Сколько Там много даггеров Там много игр у нас Видел, кстати Там тренд с даггером Тайд с даггером Инициация По идее Должна быть мощнейшая И вообще У Мист Траст Тут все выглядит В разы круче Чем у Ребят из Минески Она сейчас уже нормально формит Ну, я ее поздравляю У нее 7500 разницы Между Ей и Нагой Сиреной Ну и вот она Тараска Да Появляется Тараска 2300 ХП Это еще не прилетела На Ого Хо-го 3300 ХП 3300 И что? Да 3300 Здоровье 22 единицы брони 57% сокращения физического урона то есть половина дэмэджа не доходит так берем на полтора умножаем и имеем там четыре с половиной тысячи эффективного хит-поинтов эффективных дачи там есть такой показатель я чуть не понял что там делал санкинг ну ладно он походу дворели дворели хотели за 2 родить скорее всего лишь пытаются как-то отпушивать эти иллюзии тут уже и с иллюзиями сложно справиться пока их убивали потратили все касты и все равно иллюзии там чуть не зафармили это иллюзии всего лишь нас настоящий то будет чуть посложнее я слышал чаще пропадут барабаны появится какой-то butterfly или мкб даже против луны темк бы наверное вряд ли но может и может может в принципе лекил сможет если если он захочет так немного по поиграться да вместо того чтобы контрить вражеского героя просто самому выйти в этот самый бутерфляй для того чтобы иллюзии были просто не убиваемыми с руки ага кстати наглеет уже сейчас еще манта стайл заюзает и уйдет давай бро манта стайл бро вот манта стайл ну и все глиф потрачен на иллюзии вот подходят остальные иллюзии прыгает на бэтрайдера бэтрайдер загорается но тренд протектор играет не за команду минески возможно они не в курсе но нога сирена она убивает вышку посмотри это был один заход иллюзиями иллюзиями минус 1000 кп таура как-то так и да и снова 4000 на руках снова 4000 на руках я думаю что все таки нужен какой-то дамейджный артефакт чтобы еще быстрее спиливались от вышки иллюзиями и если соперник не хочет идти на контакт то мы пойдем на контакт к сопернику ну к зданиям на контакт к зданиям пошлим дипломата на переговоры ну ка ну ка ну ка что у нас тут у тай духи у тай духи 2 700 эти вейлов дискорд появляется у джакира от веточка много магии много магии у мисс трасс у них и вайпер и джакира и тайт хантер и нага со своим радиансом то есть с рептайдом так что даймод же действительно очень очень много я не знаю я не вижу аутов на самом деле для минески я не понимаю как насколько отвратительно должна пойти драка сейчас для мисс трасс для того чтобы минески выиграли на этом санкинг должен с агонимом сейчас своего дискордом с рефрешером ворваться в пятерых которые будут стоять и это реально потому что бкб у радиантов нету вот в чем проблема то есть тут либо они либо их вот в чем дело и в принципе теоретически возможен какой-то феноменальный врыв от санкинга по всей команде дарксира правда не хватает и клокверка во всех в коге и он прям туда загадки мага своем да да я об этом и говорю что 5500 продолжает расти и net wars 8000 преимущества уже есть у наги на самом деле она конечно будет эти 8000 преимущества падать потому что сейчас она уже падает потихоньку да потому что уже слоты закончились бы она луна она сейчас набирает также обороты у нее сейчас появится сатаник там и так далее по итогу слоты то кончится и преимущество вот это денег которые лежат в стэше но особо то ничего не дает грубо говоря этого преимущества сейчас и нет потому что 31000 у наги 24 луны и 6000 лежит за паке то есть поэтому у них внутри сейчас одинаково да и смотри сейчас что мы имеем мы имеем то что рошан появляется буквально через несколько секунд насколько я понимаю да рошанчик можно отдать кому-нибудь тайт хантеру или вайперу чтобы если вдруг так то не надо вот вайперу вайперу скорее всего для того чтобы вайпер просто зашел танканул нага она и так будет танковать иллюзиями она сама не зайдет на базу противника а вот вайпер что просто байтил смотри нага находит дабл дэмэдж опять нападают а вот будет будет этот самый свап погибает у нас здесь венга и на этом драка заканчивается но у тайда то есть еще один рэвидж и можно пойти подраться ну они готовы идти на рошана они зайдут час на рошана либо пойдут на миддл сейчас подожмут миддл да искали если байбэк нарушена венги венги нету байбэком иллюзии пойдут на миддл и думаю ребята пойдут на рошана или нет бетерфляй приносит лайклз себе и вот он рефрешер у тайдхантера понял что чем быстрее он проезет тем быстрее будет откатываться какой смысл его тут экономить да 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 и в бою его не особо хочется знаешь что это когда ты видишь этот зеленый шар вокруг тайдхантера ты понимаешь что сейчас будет бобошеньки это манчур смеш просто ну вот он тайдхантер залетает нападает на луну луну разбирают или не разбирают а там сатаник она отжираться отжираться окей ну и все драка закончилась все прожали бкб а все фуловые погоди погоди там не все фуловые там вышка внизу не слишком фуловая и рыжевый барак не фуловый тоже вышка догорает уже но это по сути минус две стороны в плане товаров так но у нас поймали вайпера того самого вайпера загульного который до этого частенько у нас гулял сейчас он луну отплюнулся что там за за битва а там битва иллюзии против суппортов команды минески почему бы не бить просто рейнджовый барак а там пытается вингу там понимаешь там бараки и так падают вот в чем дело они там бэкдор протекшн уже включился а нет все нету бэкдор протекшна теперь уже бараки начинают падать теперь тут луна попадает под раздачу а чё это за прикол был вообще это понятно но но во первых не тот барак били донари они допьют а самая безответственная вообще а квалификация в этом плане но смотри лассо не а чем он сюда залетел вообще сенткинг вроде неплохо сейчас копает да и вот он наконец пошло лассо но ногу убивать пока нечем хотя 970 кп 800 кп опять же 900 нога живет луна пытается с руки ее дорезать но там очень много миссов да и это минус 5 это минус 5 давно нибудь 120 секунд она после байбека 50 минут и мисс мит 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 траст выигрывает первую карточку да и не знаю почему до сих пор минески не написали гг вот сейчас их видимо мист раз решили наказать за такую дерзость и пойдут снесут трон потому что что чем будет через 27 секунд дефать в соло или может у минески там они думают что тайм рейтинг какой-то есть пацаны это уже не переигровки если чо я не знаю это время чтобы пообсудить этот манеры на самом деле главный манеры с тобой тут мы мы на постой всех войнем жалуемся и почему войне вообще с тобой 200 сейчас нормально затянули игру и выиграли не мит траст сейчас очень классно все делали вот ним претензий никаких нету ну вот наконец уже гг 49 с половиной минут шла у нас эта каточка увлекательная весьма игра получилась да неплохо да и в плане зрелищности никаких жалоб вроде быть не может никто особо не терпел одни воевали вторые отбивались потом все было с точностью до наоборот и что 1-0 начинает вести мисс траст один маленький шажок остается до уже гранд-финала грубо говоря я думаю что погоди до гранд-финала еще надо корейцев победить а у них еще и сегодня встречи с мвп завтра а завтра с мвп на на сегодня вот еще одна каточка будет как расчет поменялся уже да там 2-0 ро гейминг выиграли мвп и мвп как раз встретиться с победителем этой пары вот в чем дело ферштейн ферштейн вот ну вот собственно турнирная таблица для тебя специально показано благодарочка да ну а мы друзья будем уходить наверное на небольшой перерыв после которого с вами увидимся уже на второй карте возможно настанет последний а возможно и нет и давайте далеко не разбегайтесь приближается 11 лучших команд планеты в дисциплине дота 2 уже получили приглашение на турнир судьбу последних пяти путевок определит онлайн отборочный этап с участием 40 сильнейших команд америки европы китая и юго-восточной азии официальный стрим трансляции отборочного этапа ти айфо в регионе снг от студии старладер и компании стартуют уже 12 мая только дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой рекомендаторов и аналитиков кто уже этим летом отправится в сиэтл за миллионом долларов ищи ответ на ти айфо точка старладер точка тиви повторы всех игр смотри на youtube канале дота слтв